Музыка да ёпарасатэ блин у меня есть любимая футболка ну как любимая футболка просто ее цвет он вот идеально мне подходит мне об этом сказали все но каким-то чудом я вроде кушаю аккуратно но почему-то здесь появились пятна и самое что интересное я их отстирать ничем не могу мы перепробовали уже штук пять местных пятноводителей и вот результат вот вот супер видите вот да вот она короче не выводится абсолютно ничем и как же нам не хватает любимого средства бренд free который мы постоянно пользовались пока находились в россии сюда к сожалению заказать моего не можем и я прям начал горевать бренд free это средство которое отстирает абсолютно все отмоет абсолютно все пока мы жили в краснодаре я помню перед тем как настенка поехала рожать мы с пацанами приводили квартиру в порядок при помощи этого средства ну сами посмотрите средство одно а способ применения аж 24 представляете то есть вы можете ботинки им почистить можете трубы вычистить все эти засору устранить вы также можете отмыть ложки украшения простирать все свое белье пятна выводят абсолютно все и знать самое интересное когда мы помню путешествовали по волге помнит летний сезон когда мы еще катались с родителями приехали с отдыха и посуда было просто узнать это накипь вот это вот отчая все следы остаются ты просто закидываешь все это дело в таз заливаешь кипятком добавляешь порошок бренд free и все и у тебя посуда прям как новенькая вот мы в турции путешествовали на машине два месяца очень плотного у нас была графика потом остановились и взялись за голову блин где же нам взять такое подобное средство подобных средств не ту а у вас ребятки есть такая возможность кто сейчас находится территории россии кому нужно точно отстирать любые пятна вывести перемыть всю посуду почистить диван помыть кроссовки и куча куча применений вот я еще раз вам показывают 24 способа применения то вы можете заказать кислородный очиститель по ссылке в описании на зоне либо на вайлберисе как вам удобно и еще этот выпуск я закину в телеграм-канал где вы сможете в комментариях к этому видосу в телеге оставить свой отзыв пользование этого порошка я выберу одного человека самым интересным случаем которому помог этот кислородный очиститель и за свой счет отправлю еще килограмм этого кислородного очислителя бренд free так что ссылки там ребятки заказывайте а я походу сегодня не поеду в этой футболке я поеду в другой блин ну реально не знаю что за пятна но вот бренд free точно бы это устранил ну да ладно ничего страшно поеду в этой всем привет вы как всегда на канале семена чемоданных с вами я славян мы в полном составе ребята сегодня отправляемся в грустный выпуск грустный выпуск не потому что он с чем-то грустным будет связан через нас нет он просто погрузит нас в ту атмосферу которая происходила здесь 2004 году а здесь было страшное событие очень страшное этот цунами и мы отправимся в тот городок называется хикавуда который пострадал очень очень сильно ребятки ставьте лайки пишите их свои комментарии и погнали через пикми мы заказываем тук-тук 2 681 будет стоить я уж как-то говорил что для того что пользоваться пикми нужна местная sim карта совсем недавно мы купили поэтому теперь активно пользуемся этим приложением экономия передвижение конкретное так карета вода на хэллоу ехать нам минут сорок наверное находится это 28-30 километров мы даже сделали остановку потому что у нас заканчивается бензин он достал из-под коврика бутылку и пошел заливать мы приехали это окраина хикавуды здесь песчаный песчаный пляж и смотришь там океан и даже нет понимания того что когда-то здесь пришла огромнейшая огромнейшая волна и огромной просто высотой и снесла здесь просто нахрен все абсолютно страшное событие которое унесло огромное количество людей погибло очень много и здесь сейчас есть значит музеи вот например один из таких центральные музеи здесь есть еще музей мы доехали сюда на тук-туки вы поняли мы хотим посмотреть что там есть в этих музеях передать атмосферу погулять по этому городку и еще мы также хотим добраться до буду которая установлена здесь прям возле дороги как символ как защита можно сказать от цунами тоже такая высокая статуя сейчас я вам ее в кадре покажу хочется подойти к ней немножко поближе в общем давайте пройдем тесь погуляем посмотрим что здесь есть вы только посмотрите какие здесь бешеные волны смотрите его красоты вот это да наверное именно по этой причине здесь положили вот эти огромные булыжники которые защищают хотя бы дорогу если бы не они все даже тут без цунами жесть посмотрите что творится ничего себе пойдемте купаться шутка да 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 посмотрите как они накатываются на метра 4 высоту ой 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 а может даже больше если вдаль посмотреть глядите какие брызги от этих волн ладно пойдемте первый музей я не знаю как это работает но смысл в том то что если смотреть на шри-ланку пойдем скорее это остров в океане и волна шла с востока но она как-то обогнула остров и ударила вот в хиковуду и получается это самый серьезно пострадал город именно он что я приглашаю вас посетить первый музей просто обалдеть с этих кадров заходим велкам кадры конечно не для слабонервных это видимо уже когда волна отступила снимки делались виллы все затоплены все корабли и вот все снесло и собственно вдоль сейчас мы ехали и видели вот эти все скалы которые есть да вот это собственно пожалуйста будда которая установлены 1500 человек умерла здесь короче смысл в том то что здесь проходит железная дорога вот она и и после первой волны и люди все побежали за железную дорогу и спрятались за поезд думали что спасутся в итоге оказалось нет и вот собственно вот до 1500 человек погибло за этим поездом вторая волна была еще мощнее и вот такие вот были серьезные разрушения эта информация по дате магнитуда 9 и 1 представляете 9 и 1 26 и 12 прям перед домом год здесь четвертый год да а а индонезия амазия мальдивы 100 тысяч человек столько людей на шри-ланке просто аж мурашки по руке в индонезии 450 тысяч кадры очень серьезные это шри-ланка были вот такие массовые захоронения это индонезия это шри-ланка индия вот это да индия да вот они удары собственно которые мощно всего поскольку ну сильно пострадали вот говорю волна шла вот отсюда пострадала индия а потом волна от этого берега развернулась и ударила уже вот сюда как раз и к воду да папочка вот она магнитуда которая случилась вот она в 00 в 0058 от 1 до 93 это просто трендец 30 минут и волна уже получается была 30 метров а 30 метров 30 метров волна была ай-яй-яй вот это да 30 метров было вот как 30 метров сколько людей погибло конечно это вот это вот сколько людей погибло Индонезия вот самые серьезные пострадавшие были в Индонезии 228 тысяч человек 429 ай-яй-яй Шри-Ланка 50 тысяч Индия потом на третьем месте ай-яй-яй вот это да ручка здесь кстати вот часы сохранились циферблаты часов который показывал удар 9 20 представляете здесь вот а это ваш дом вот представляете это дом это женщина вот вот женщина а а ничего себе вот эта женщина вот эта женщина она вот она представляете вот на месте разрушения они поставили здесь палатку когда это все случилось вот это да обалдеть представляете вот люди вот так вот начали жить ставили палатки чтобы хоть как-то выжить слушайте я вам рассказываю мне просто я не знаю охренеть у меня аж комок в горле стоит это невозможно это просто просто вот это да это еще одна табличка напоминание сколько людей умерло во время цунами вот там фотографии крупным планом покажу ай 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 здесь вход в музей совершенно бесплатный но здесь нужно оставить пожертвования конечно это сделаем вот вот посмотрите какие жуткие фотографии это это вообще это такая трагедия слушать да это страшные кадры на самом деле конечно огромное спасибо тем людям которые в такие жуткие ситуации могут еще трудиться и делать Какие фотографии. Вот кадры. Первые, самые, видите, во время волны. Какая она огромная была. А люди купались. Смотрите в глазах, сколько горя в каждой фотографии. Вот посмотрите, сколько горя. Это гуманитарная помощь. Судя по кадрам, помогали очень много европейцев. Видимо, кто отдыхал. А смотрите, какой паук. И вот, пожалуйста, видно, что оказывают первую помощь люди европейской внешности. Мы были тогда еще детьми. Нам было по 16 лет, да, наверное? 20 лет назад. Ой, 20 лет назад. 2004 год. Только 12 лет. У нас 14 лет назад. Да, и это в любом случае, конечно, все равно все помнится. Но оказаться в таком месте самому, лично показать детям о такой страшной трагедии, которая была, познакомиться с человеком, которым удалось выжить в это событие, это что-то невероятное. Давайте дальше буду вам показывать. Это вот так они получали гуманитарную помощь. Вот им доставляли, видите, на вертолетах хоть что-то. Стихии все равны. Да, просто, просто один чих природы и вот такое вот творится. И поражает, что люди еще берут, устраивают искусственные войны, чтобы были такие жертвы. Хотя вот, вот показатель. О, детские рисунки. Видимо, дети передавали атмосферу трагедиями. Вот этот поезд роковой, за которым все спрятались. Там он ехал. Да. Ай-яй-яй. Сколько горя, сколько горя. Мы сейчас будем еще возле мемориала, там, где братская могила. И было вот такое вот захоронение огромного количества человек. Мы сейчас тоже туда сходим. Спустя год серферы устроили вот такой заплыв в память о погибших. И вот я хочу вам показать. Смотрите, прямо над нами висит палатка. Палатка вот этой женщины. Представляете? Это вот под этой палаткой она жила и проживала те страшные события. Прямо на этом месте. Понимаете? Слушайте, я не знаю, что сказать. Посмотрите. Посмотрите, какие страшные снимки. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Это не разрушение. Мы ничто. С природой. Бетон просто, понимаете? Просто на улице бетоны лежали. 800 километров в час она двигалась. И вот, кстати, память тоже страшного события. Башня к Лизнеце, 11 сентября. Какой это год был? 2001 же, да, по-моему? Первый год. Это что случилось? Самолеты врезались в башню. Ну, вас не было, мы тоже были еще маленькие. Мы сейчас здесь находимся, и поневоле, естественно, погружаешься в страшные события, которые произошли в Турции. Мы как оттуда уехали, буквально, да, там через неделю, там произошло страшнейшее землетрясение. Огромное количество жертв спустя неделю там до сих пор продолжают из-под завалов доставать людей, которые еще живые. И это... Слушайте, я не знаю, погружаться в такой контекст, но хочется и важно передать, чтобы люди, возможно, ценили то, что имеют. И... Потому что против природы не пойдешь, и создавать что-то искусственно, это нет никакого смысла. У природы есть, видимо, свои планы на вот такое, что мы сейчас видим. Мы также оставим локацию этого музея, кто захочется здесь будет, приедете, посмотрите, проникнетесь, пожертвует. Также оставим ссылки на помощь турецким людям, которые тоже сейчас очень сильно нуждаются. А, извините. Пап, возьмите. Хорошо? маленькая коробка, пожалуйста, прийти я понял это? и твои деньги? да, для этих детей и для пациентов какие-то деньги посмотрите, как деньги последнее время 300 000 рублей донат для медицин и последнее она нам показала, куда отправляются все донаты к матерям куда уходит гуманитарная пофотография господи, куда уходит гуманитарная помощь все это показала короче, вообще грусть нереальная, в общем, вот этот вот музей, он работает совершенно бесплатно за донаты кто сколько хочет вот столько можешь ты пожертвовать мы пожертвовали столько она прям прям так, знаете, расцвела ну, я считаю, что это есть такой большой вклад хоть он и маленький, но он все равно большой когда ты так делаешь и вот, например, музей слева, да который я вам изначально показывал он он платы, там даже фотографировать запрещено собственно, как это я понимаю, это просто сама женщина организовал на этом месте был ее дом разрушение тоже вам показал палатку, в котором она жила тоже ну, это вообще как будто вы, знаете, прикоснулись к этому, ко всему и мы реально прикоснулись к первым вот этим вещам на самом деле в музеях я думаю, ходить по всем нет смысла потому что везде, наверное, похожие фотографии можно увидеть ну, в целом в любой из них, наверное, достаточно сходить, чтобы понять что-то чувствовать прям по каждому, наверное, мы не будем да, снова ходить ну, нет, конечно мы пойдем к Будде к тому памятнику, где поезд к мемориалу к мемориалу к братской могиле к мемориалу к братской могиле а вот, посмотрите, под крышей стоит вагон представляете, вагон его, видимо, сейчас реконструируют вот он на фотке а здесь даже вот по-русски написано общинный музей цунами кстати, насколько я знаю мужики-то сами организовали вот все эти музеи как память о этих страшных событиях то есть это не государство а сами люди ну и, наверное, для туристов мы буквально 100 метров сейчас прошли от этого музея и вот перед нами уже мемориал с видом на океан в такой, знаете, небольшой пальмовой рощи смотрите вот мы возле него осталось только перейти дорогу грузь какая-то вообще, слушайте, вот хочется аж рыдать сейчас попробуем перейти дорогу здесь серьезный трафик то, что зебра на дороге это вообще ничего не знает все, что, пацаны все, идем здесь написано все на сигальском языке 2006-го, 01-й, 26-го видимо как я понимаю именно 26-го января да, 26-го января 26-го года видимо поставили а до этого была просто братская могила без мемориала ну да здесь на самом деле ничего я не поймешь что написано но смысл в том то, что вот оно олицетворение вот в этой вот картине видите просто все люди перемоты пальмы машины страшнейшие события и все это видите вот идет волна правда ее так все ржавчиной уже подъело видимо здесь так такая вот крыша была с этой волной да уж здесь конечно серьезные волны пляж красивый но видите для купания сделан такой затон каменный и вот там вот как раз купаются все местные вот вот смотрите варан роет землю себе нору огромный ха-ха-ха 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 он тебя заползает вырыл себе яму ха-ха-ха еще метров сто прошли даже не закончился видите еще вот этот вот как его правильно назвать затон из камней где купаются посмотрите аисты смотрите маленькие видите ходят беленькие ха-ха-ха вот и вот собственно стоит это огромная высеченная будда сейчас мы к ней подойдем это как раз место где погибло огромное количество людей которые прятались за поездом сейчас туда подойдем поближе и посмотрим а сейчас линия ЖД проходит чуть дальше вон там есть знаки прям как бы за буддой реально постройка высокая она видите так руку как бы держит в сторону вот так вот в сторону океана как типа останавливает волну так вот озере установлена вот здесь тоже кстати установлены donation boxing раз два фото галерея бесплатная вот написано видите цунами фото gallery фрейм фрейм вот она будда сама мости к ней тоже можно подойти сейчас это сделаем обязательно так на английском языке только написано здесь да погружает конечно состояние ай-яй-яй-яй и вот еще пожалуйста это donation charity чирати как правильно hello а вот видим видимо вся история постройки будды вот такая еще стелла установлена с флагами цунами honganji vihara надеюсь я правильно почитал вот собственно сам музей пойдемте во внутрь ну и собственно вот она картина галерея ой-яй-яй-яй-яй просто мясорубка слушайте жуткие кадры смотреть конечно вообще печально что пережили люди вот он поезд видите как размолотило вагоны кто-то спас свой магнитофон плавитики разрушения да огромное количество людей унесло в океан да прям скелет просто ужас и вот кстати вот поезд представляете насколько сильно было что так перемолотило он колеса вагонные просто оторвало они валялись совершенно в другом конце вагонные 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 области мультуры это вот вот статуя высотой волны вот сейчас я вам покажу Это второе место, но нет будды, потому что это все, это Сунаватрон, это Копгалар. А, они уцелели? Да, да. Представляете, вот эти будды стояли, все разрушено, а им вообще ничего. Вообще просто загадочная история. Как это вообще возможно? Смотрите, какая огромная рыба плавает. Это кто? А кто это? Господи, а кто это? Непонятная рыба. Но она огромная. Вот посмотрите, на мосту стоят люди. Видите? И эти люди настолько маленькие по сравнению с этой статуей, что вы понимали, вот именно такой высоты была волна. Прогиньте. Просто... Вот это да. И кстати вот про донаты, донаты делают добровольные, да? В итоге я ему закинул сюда, в эту 100 рупий. Он мне сразу сказал, типа, видео снимаешь, закидывай донаты. Я говорю, окей, закидываю 100. И он такой, ноу-ноу-ноу, говорит, ты же типа фото делал, видео делал. Поэтому, говорит, давай больше. Я говорю, типа, сколько? он открывает блокнот и показывает типа 2000 горит рупи ложись сюда представляете тут конечно будет прикол поэтому если хотите посмотреть фотографии бесплатно отправлять именно на сегодня помоги пожалуйста ему отправляйтесь да кто и той женщине в музее потому что так точно будет правильнее а там прям реалистичная история здесь это просто музей построенный для туристов а там это прям вот ух ну прям энергетика другая смотрите на стенки в этой в этом здании музеи далее вот такую ткань женщина обязательно нужно закрыть ноги здесь нужно еще обязательно разуться встреч какая здоровенная статуя слушайте мой мозг вообще даже тяжело представляет такую огромную волну просто какой силы это волна это что-то это что-то невероятное здесь нужно стой 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 радюша стой здесь обязательно нужно разуться разуваемся пойдемте здесь вот что-то написано в общем не понимаю что на английском на сигальском языке здесь продолжение дорогу уходит туда вдаль вот она вот она железная дорога собственно здесь стояли собственно здесь и ехал этот состав поезда который просто размолотила рыбы плавают черепахи плавают парень стоит кормит их бросает хлеб кстати стоит столешница не знаю тоже для чего на трех слонах я хочу попробовать уместить себя и эту статую и мне кажется ничего а нет вот более-менее получилось но она очень высокая это сделать почти невозможно у нас кстати закат и сегодня мы хотя бы закат посмотрим вместе с вами мир ваша ой какой красивый перелифта в реке мы перешли дорогу и спустились на пляж посмотрите как здесь красиво как накатываются волны и какой здесь шикарный песок вай 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 и вот собственно закат да наслаждайтесь шри-ланкой нет айм-лаписка не будет но сейчас на закате полетаем открытый океан такой здание пойму сейчас туда попробуем подлететь г-н а-а-роли т-к, и г-н а-а-роли т-к, и а-а-роли т-к, и Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова Ну вот и все, пока летал, посмотрите, солнышко уже ушло, почти ушло точнее. Блин, здесь нет таких закатов, как, например, на нашем берегу, либо еще где-то. Здесь почему-то всегда солнышко уходит в дымку. И, конечно, о-о-о-о, какие волны! Посмотрите, как глубоко сюда вот на берег они накатываются. А вон туда, если присмотреться, там вообще сильнейшие волны, которые мы видели с вами в начале. И ветер раздувает их. Ой, это вообще смотрится невероятно. Камера, конечно, вряд ли так передаст, но это очень круто. Ой, посмотрите, как здорово все гуляют на закате. Да, еще такие черненький песочек. Красота. Сейчас мчим на пляж центральный Хикавуда-бич. Хотим посмотреть, как там пляж и что там за ночная жизнь. Вот мы и добрались. Смотрите, прям анапские палаточки, надувашки, пистолетики водные. Мы сейчас двигаемся прямо на пляж, на центральный. Хикавуда, пожалуйста. Вот отсюда уже начинается песочек. Посмотри в камере, какие краски. Смотрите, все как будто палит. Очень яркое солнце, на самом деле. Это закат, здесь нет никакой обработки цветов. Это просто вау. Так, это справа какие-то будки. Не знаю, что это за будочки. Так, что здесь написано? Черепах трогать нельзя, мусорить нельзя, кораллы рвать нельзя, кормить рыб черепах нельзя. Аккуратно кораллы, вон, видите? Вот, нужно быть предельно внимательным и аккуратным. Да, здесь, кстати, также есть пляж с черепахами. Сюда приплывают они. Вау, ну, слушай, ну здесь прикольно вообще, мне нравится. Ого, какой у меня свет в камере. Не лезать, здесь есть черепахи, Артема, они сюда приплывают. Вон туда подальше. Смотрите, какое огромное количество лодок рыбацких припарковались. Огороженная территория, кстати, для купания. Папа, может, мы покупаемся? Здорово. И собачка. Посмотрите, как здорово мы идем под пальмами. Как это красиво. Какой красный цвет нас окружает. Самое опасное, конечно, под ними находиться, потому что если упадет кокос, мало не покажется. Здесь приличная статистика от попадания кокосов. Много людей умирает. Вон они скалы. Здесь, походу, тоже идет риф, потому что там вдалеке волны серьезные. А здесь их почти нету. Вот такой вот пляж здесь. Такой небольшой. Аккуратненький песочек. Такой, знаете, прям... Ноги прям проваливаются в него. Да, Мирошка, у тебя проваливаются ноги? Да? Ну песок вообще. Смотрите, какой песочек. Он прям как мука реально. Да. Классно, мягонький такой, мелкий-мелкий вообще. Хлеб можно лепить. Да, Раль, давай же хлеб сварим. Классно. Решили еще немножко прогуляться по городку. Но, учитывая, что здесь, на Шри-Ланке, почти нету дорожного освещения, да, так как мы привыкли, чтобы фонари горели, то я не знаю, что мы посмотрим, но попробую что-нибудь да показать. Ну вот, например, есть пицца-хат здесь. Ехали мы, ехали, прикиньте, нас остановила полиция. Чувак пошел разбираться. Я ему говорю, ты скажи, что туристов везешь. Все нормально, едем дальше. Мы дома. Слушайте, короче, хочу сказать, что пользоваться пикми, это, конечно, да, дешевле, но смысл тук-туков, их большой минус в том, что они ездят медленно. Есть, как бы, такие скоростные тук-туки, которые разгоняются до, ну, типа, 50-60 километров. В основном тук-туки ездят 30, а то и 20. И вот мы пердели, я не знаю, часа, наверное, полтора, может быть, оттуда. Это, конечно, очень утомительно, и, конечно, мы прямо аж устали. Поэтому, конечно, лучше брать автобусы, это и дешевле. Но, опять-таки, вот мы с маленьким ребенком, нам на автобусе не прикол. Если ты в одного путешествуешь, либо парень с девушкой, то на автобусах, мне кажется, будет самое то, это гораздо экономичней. А нам в автобусах надо тоже платить за четверых, а то и за пятерых. Поэтому за тук-туки чуть-чуть побольше мы переплачиваем. Но за то, как говорится, одни, да еще и с ветерком. Все, друзья мои, вот такой видеоролик. Как вам? Пишите в комментарии. Я очень рад, что мы туда съездили, посмотрели архив, побывали на этой земле, где было самое максимальное разрушение. Кто-то из вас даже и не знал про такое цунами. Кто-то из вас уже забыл. Кто-то из вас никогда не был на Шри-Ланке и не видел всего этого. Вот мы сейчас передали через экраны. Я надеюсь, вам понравился такой видеоролик. Не поставили лайк? Поставьте. Не написали комментарий в процессе? Прямо сейчас напишите. Ну и, конечно же, сделайте репост в своей социальной сети данного видеоролика. Ну и, как всегда, помните, ссылочки все нужные для путешествий есть в описании к этому видеоролику. Не забывайте подписываться на наш Яндекс.Зен и группу во Вконтакте. Ссылки также есть в описании. Ну а я буду с вами прощаться. Увидимся в новом видеоролике. Пока, друзья мои! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!